в этих очках я вообще ничего не вижу невозможно читать вам новости но они неплохи для образа с вами артемий копенский в эфире новости за прошедшую неделю поехали за окном глубокая ночь давайте попробуем сделать это быстро как в прошлый раз начнем с корона новостей 10 процентов населения дании уже прошли первичную вакцинацию 4 процента населения уже получили две прививки топ-5 коммун с самым высоким уровнем заражения это исхой ходит а струб бронбю альберт слонг и эсберг дания впереди планеты всей и начал разрабатывать собственную вакцину против к вида не поздно ли продали 5 миллионов акций на фондовой бирже и цена одной акции составляет сейчас 223 кроны бежим покупать но раньше 2022 они точно ничего не не сделают еще одна интересная новость по поводу снятия ограничений учащиеся 5 по 8 класс и гимназии теперь могут ходить в школу один раз в неделю обучение в основном будет проходить на улице чтобы ученики могли ходить этот самый один день в школу им нужно с собой иметь тест что они здоровы и тест не может быть старше 72 часов крупные магазины это те которые более 5000 квадратных метров могут принять одновременно 250 клиентов то есть раньше нужно было резервировать посещение такого магазина теперь не надо все просто не контролирует количество поехали дальше экономика и бизнес прибыль лего за 2020 год по сравнению с 2019 увеличилась на 19 процентов а выручка у них увеличилась на 13 процентов на данный момент здание доступно 35 тысяч рабочих мест это столько же сколько и до пандемии но количество безработных увеличилось на 30 тысяч человек с 15 марта вы можете проверить свою налоговую декларацию за 2020 год на сайте to sell в . скат . дк там вы узнаете переплатили или недоплатили вы налоги в 2020 году бегите проверять согласно данным дэнмарк статистик число пассажиров вылетающих из датских аэропортов сократилось на 75 процентов из-за ограничений к видных датский парламент выделил 50 миллионов датских крон на борьбу с одиночеством 2 миллиона крон пойдут на 12 отобранных проектов направленных на создание сообществ для молодых жизни в дании премьер-министр мэтта фредериксон объявила что национальный график повторного открытия должен быть утвержден не позднее 23 марта камеры контроля скорости установлены на мостах стербелт и эрисунд камеры будут включены в 2022 году министр транспорта и министр юстиции совместно работают над получением правовой базы для этого с 6 апреля вы можете получить 5000 датских крон от государства если избавитесь от своего старого дизельного автомобиля произведенного до 2006 года на эту инициативу в бюджет заложено 100 миллионов датских крон датский совет по этике рекомендует снизить минимальный возраст когда можно будет принять решение о смене пола с 18 до 12 не думайте что это рано этим летом тиволи откроет ресторан с двумя звездами мишлен в японской башне ну и последняя новость тиволи откроется в субботу 27 марта чтобы попасть в парк развлечений вам придется предоставить тест что вы не больны к видам не старше 72 часов это не касается детей до 15 лет большое спасибо а свете ерофееве и ее проекта у вас не подруга и румса экспресса ссылка в описании за подготовленную сотку новостей всем пока